Сексуальные типы. Поиск идеального любовника. Автор Джоэм Беррэш. Глава первая. Любовники, в кавычках, актёры. Если ваш партнёр, эмоциональный кузнечик, от, в кавычках, совершенно восхитительно, до, в кавычках, невероятно отвратительно, и обратно. Итак, начнём. Вам, наверное, любопытно узнать, каково это быть психоаналитиком. Интересно понять, о чём он думает, выслушивая, в кавычках, психов, и как определяет, что им посоветовать. Возможно, вы хотите чувствовать себя увереннее в общении со своей подрастающей дочерью, Которые жалуются подругам, что её, открываются кавычки, предки, застряли в каменном веке. Закрываются кавычки. Что ж, считайте, что вам повезло. Добро пожаловать. Я крепко возьму вас за руки, и мы вместе отправимся в путешествие. В нём мы встретим множество самых разных людей, проанализируем поведение каждого и попытаемся понять его. Среди наших новых знакомых будут мои пациенты, их друзья и члены семей. Читая эту книгу, вы постепенно начнёте понимать способ моего мышления. Вы будете учиться, наблюдая. Вы разбудите психолога, который дремлет в каждом из нас. И, к своему удивлению, обнаружите, что знаете о психологии куда больше, чем вам казалось. Профессиональные психологи – не волшебники. В своей работе мы не используем колдовство или магию. Просто мы воспитываем в себе обострённую наблюдательность. Развиваем способность обнаруживать в людях те черточки характера, которые проходят мимо внимания других. В первую очередь мы обращаем внимание на те признаки, которые проявляются снова и снова. Они и являются ключиками к пониманию типа личности. Именно этот тип делает человека таким, каков он есть. Тип личности можно сравнить с человеческим скелетом. Кожа и мышцы обтягивают скелет, который, в свою очередь, защищает уязвимые внутренние органы. Кости определяют строение всего тела и предохраняют от повреждения мягкие ткани. Так и манера поведения каждого человека является, в кавычках, скелетом его личностного типа. Все присущие определенной манере поведения признаки возникают на этой изначальной основе. Следуя за мной по страницам этой книги, вы научитесь распознавать поведенческие скелеты, в скобках, типы, определяющие поступки каждого человека. Вы сами станете в какой-то степени психологами. Конечно, если вы планируете сделать карьеру в психоанализе, вам придется поступить в университет и изучить теории личности, психопатологию и другие подобные дисциплины. Но если ваша цель заключается в первую очередь в более глубоком понимании себя самого и близких людей, вы сможете узнать много нового, что поможет вам поднять собственную жизнь на качественно более высокий уровень. Это можно сравнить с наблюдением за дизайнером, который оформляет ваш дом в течение нескольких месяцев. Возможно, эти наблюдения не сделают вас столь квалифицированным специалистом, чтобы открывать собственное дело. Однако они дадут вам определенные знания, пользуясь которыми вы сможете правильно выбрать ковер и со вкусом подобрать обстановку для своего дома. Но хватит разговоров, приступим к делу. Пора принимать нашего первого пациента. Я буду вести беседу. А вы тихонько сидите в уголке и наблюдайте за тем, как я это делаю. Замечайте, на что я обращаю внимание. Сюзетта. С наигранной небрежностью в кавычках Сюзетта устраивается на обтянутой кожей кухетке. Судя по карточке, старательно отпечатанной моей секретархой, ее зовут Сюзанна. Я начинаю. По телефону вы представились Сюзеттой, а на карточке написано, что ваше имя Сюзанна. Как бы вы хотели, чтобы я вас называл Сюзанной? Назвали меня родители. Но это показалось мне настолько скучным, что, перейдя в седьмом классе в новую школу, я сказала всем, что меня зовут Сюзетта. Открывается скобка. Хихикает. Закрывается скобка. Кстати, а как бы вы хотели, чтобы я обращалась к вам? Я должна называть вас доктором? В скобках. Опять хихикает. Раздумывая над ответами, я незаметно рассматриваю Сюзетту. На внешних краях ее век хорошо заметны мелкие морщинки, которые не может скрыть даже густой слой косметических теней. Когда она хихикает, а делает это она так часто, как будто отмечает смешком каждую запятую в произнесенных предложениях. Морщинки образуются и в уголках рта, явственно просматриваясь сквозь наложенный грим. Состояние кожи лица соответствует возрасту 45-летней, как это указано в ее карточке, однако ничто большее в ее облике не подтверждает, что моя пациентка находится в паре зрелости. И вот театральные интонации и произносимые с придыханием слова кажутся еще более искусственными на фоне несоответствующей им нервозности, которую она пытается спрятать за смехом. Косметика наложена карикатурно, слишком обильно, что делает ее похожей на проститутку. Светящиеся слова в кавычках heavy metal на туго обтягивающей обтягивающей ее. Майки настолько притягивают взгляд, что отвлекает внимание от необремененной бюстгальтером груди моей посетительницы. ее мини-юбка да здравствует шестидесятые едва прикрывает трусики. Если попытаться односложно описать ее внешность, то наиболее подходящим словом будет в кавычках несочетаемость. Она выглядит беззащитной и вместе с тем искушенной, наивной и в то же время чувственной, выставляющей себя на показ и застенчивой, внешне безразличной, но страстно жаждущей внимания. Она пытается быть соблазнительной, но ей явно не достает женственности. Она окажется двенадцатилетней девочкой, играющей роль взрослой женщины, старающейся выглядеть двадцати четырехлетней обольстительницей, но не знающей, как этого добиться. А как бы вы сами предпочли называть меня? Задаю я встречный вопрос. Господи, ну я не знаю, хихикает. Доктор вроде как нагоняет на меня страх. В детстве я всегда боялась докторов. Что ж, предположим, вы будете называть меня мистер Беррэх. Это вас не так пугает? Слово в кавычках мистер кажется вам менее страхным, чем в кавычках доктор? Конечно, еще бы. в любом случае вы здесь главны. Правильно? В скобках хихикает. только у меня от этого места мурашки по спине бегут. Мурашки, но в скобках хихикает. Это здоровая кушетка и всякие кожаные кресла, прямо как в кино про психиатров. Знаете, все такое большое и дорогое в скобках хихикает. А вы сами эта борода, да и вообще весь ваш вид. Мне всегда было интересно попасть к психиатру. И вот теперь надо же, я здесь в скобках хихикает. Я уже прямо чувствую, как у меня мозги шевелятся от одного вашего взгляда. В скобках долго хихикает. хихикает. Итак, что вас привело ко мне? Чем я могу быть вам полезен? О, господи, я толком не знаю, как об этом рассказать. Поэтому просто выложу все напрямую. У меня не бывает оргазмов. По крайней мере, мне так кажется. «Но зато вы бы видели, как я работаю ртом». Во всяком случае, мужики так считают. В скобках хихикает. За все время ни одной жалобы не поступило. Она на мгновение прерывает свою скороговорку и медленно проводит кончиком языка по внутренней стороне чуть припухшей верхней губы. Ей льстит мое внимание, и она продолжает выполнять свое оральное упражнение с мастерством опытного танцовщицы, опытной танцовщицей из стриптиза. Я вот думаю, может мне плюнуть на все эти оргазмы и полностью посвятить себя тому, что у меня получается, в скобках смеется. сеанс продолжается менее пяти минут. Я никогда раньше не встречал эту женщину, и тем не менее она расхваливает мне свои способности делать минет с такой гордостью, как будто рассказывает о том, что лучше всех в городе печет булочки шоколада. «Один раз попробовав меня», продолжает она, «они всегда возвращаются. На протяжении всех последующих недель я всегда знаю, когда приходит Сюзетта. Секретарше даже нет необходимости сообщать мне об этом. включая встроенную в мой стол лампочку, как карета скорой помощи оглушительной сиреной предупреждает всех, что ее водитель не намерен притормаживать на перекрестках, так и смех Сюзетты, сопровождающий ее заигрывание на бегу, дает мне понять, что она приближается к кабинету. Она обменивается шутливыми репликами, никогда не переходящими в сколько-нибудь серьезную беседу с каждым, кто встречается на ее пути. Неустанно флиртуя с уборщиками и охранниками, она как магнитом притягивает к себе всю мужскую часть обслуживающего персонала клиники, с готовностью, реагирующую на ее инициативу. «Обо всей жизни Сюзетты открывается скобка, как и об ее отношениях с окружающими закрывается скобка, с большой долей определенности можно сказать то, что эта бурная манера поведения создает вокруг нее ауру, непрекращающегося хаоса. Она не чувствует себя взволнованной, виноватой, мучающейся угрызениями совести или подавленной, как большинство моих пациентов. Любые негативные чувства, которые ей доводятся испытывать мгновенно, смываются бурным потоком бушующих в ней эмоций. Наш еженедельный час терапии она рассматривает как возможность выступить главной героиней собственного эротического шоу, в котором она в красках описывает мне все в кавычках приключения, случившиеся с ней с момента нашей предыдущей встречи, скорее, даже не рассказывая о них, а вновь переживая. Ее охватывает смущение и замешательство, когда я пытаюсь анализировать ее похождения или интерпретировать поведение. Создается впечатление, что она просто не способна проникнуть в суть собственных поступков, она не является умственно отсталой, и коэффициент интеллектуального развития у нее не ниже среднего, но ее нервное хихиканье и нежелание трезво и здраво взглянуть на саму себя заставляют думать, что у моей пациентки в кавычках ветер в голове. Она весела, и она весела и беззаботно весела и беззаботно рассказывает мне о своих многочисленных встречах с в кавычках грязными клиентами. В кавычках острова наслаждений порнографического магазинчика, в котором она работает неполный день, но обижается, когда я высказываю предположение, что открываются кавычки, продавая фалью имитаторы, фалью имитаторы и надувных блондинок она вряд ли может рассчитывать на встречу с принцем на белом коне. Закрывается кавычка. Она захлёб повествует о своей победе в любительском конкурсе на лучшую грудь, проводившемся в захолустном стриптиз-баре и восторженно сообщает, что в результате смогла познакомиться с открываются кавычки кучей сказочных парней. Закрываются кавычки. Но моё замечание, что такие связи у неё никогда не продолжаются дольше недели, оставляет её безразличной. Что касается гарнира к такому в кавычках фантастическому образу жизни Сюзетты, то её предпочтение колеблются главным образом между в кавычках мыльными операми и двумя телеканалами для взрослых. Иногда она смотрит по телевизору подвергшиеся цензуре фильмы в жанре в кавычках откровенной эротики, но с неподдельной горечью в голосе жалуются, что открываются кавычки. «Они повырезали все самое интересное, все самое интересное, а это ущемляет мою свободу. мы ведь живем в Америке, или я ошибаюсь?» закрываются кавычки. На мой вопрос, на мой вопрос, выписывает ли она газеты, Сюзетта отвечает, что новости обо всех неприятностях она узнает из заголовков статей, которые прочитывают в витрине газетного киоска напротив винного магазина. Открываются кавычки, а вообще с грустью сообщает она. Новости нагоняют на меня тоску. Если я когда и покупаю газету, так только в кавычках National Inquirer. закрываются кавычки. У них, по крайней мере, есть что почитать. И сразу же делится со мной самыми последними сведениями о воскрешении Элвиса, высадке марсиан и рождении двухголовых детей, отмахиваясь от моих вопросов о достоверности подобной информации. Одна из основных проблем поддержания отношения с в кавычках актерами подобными сюзетте заключается в том, что они до такой степени находятся под влиянием бурлящих в них чувств и переполняющих их эмоции, что в их жизни почти не остается места и времени для размышлений, планирования или логики. однажды, например, сюзетта появилась в клинике без предварительной договоренности, настаивая, что ей необходимо увидеть мистера Беррежа немедленно. Я смог выделить для нее время своего обеденного перерыва. воздух в моем кабинете чуть ли не трещал от электрических разрядов, переполнявшего ее возбуждения. О, мистер Берреж, я, я! Она не могла перестать заикаться, стараясь облечь слова, царившие в голове хаос. Ее зрачки расширились от волнения, а все тело сотрясалось мелкой дрожью. Я, я просто должна была увидеть вас сегодня, продолжала она, потому что наша вчерашняя встреча это самое потрясающее из всего, что когда-либо случалось со мной в жизни. она полностью изменила мой взгляд на все, что меня окружает. У меня такое чувство, что я вышла от вас совсем другим человеком, и теперь я уже никогда не стану прежней. Это звучало по меньшей мере любопытно. я мысленно пролистал свои записи о нашем сеансе, состоящемся накануне, но не нашел в них ничего из ряда вона выходящего, а сюзетта продолжала. «Эта терапия действительно дает плоды. Мне кажется, что я родилась заново. Не так, знаете, как это эти чокнутые богомольцы. У меня такое ощущение, что я превратилась в нового человека». За те несколько месяцев, что я работал с сюзеттой, я уже успел свыкнуться с ее склонностью к драматическим эффектам, приправленной изрядной долей любви ко всему сенсационному. Но теперь даже я был готов поверить, что брошенные мною в ее сознание семена действительно дали долгожданные всходы. Я еще раз мысленно обратился к нашему последнему сеансу, что не составило труда, так как он имел место накануне, но опять не смог обнаружить в нем ничего экстраординарного. Любопытство охватило меня с новой силой, однако Сюзетта замолчала, полностью погрузившись, как мне показалось, свой внутренний мир. «Прошу вас», подбодрил я ее, «продолжайте, расскажите, что именно вчера произошло на вас такое глубокое впечатление?» «В том-то все и дело», голос ее задрожал, а глаза увлажнились слезами. «Поэтому мне и было необходимо увидеть вас сегодня», жалобно пробормотала она. «Я совершенно не помню, о чем мы разговаривали». Все воспоминания, которые остались у Сюзетты о нашем вчерашнем сеансе, или, если быть до конца точным, обо всех предыдущих сеансах были не мыслительного, а эмоционального характера. У, в кавычках, актеров эмоции превалируют над мыслением чувства, доминируют над логикой. Полностью ли захлестывают эмоции человека подобно мощной приливной волне, как это было в случае Сюзетты, или периодически накатывают на него маленькими волнами, что более типично для обычных в кавычках актеров. Именно чувства являются для них главенствующими, тогда как роль мышления сводится к минимуму, или отрицается вообще. Вот почему Сюзетта была не в состояние вспомнить, о чем мы беседовали накануне, несмотря на то, что наш разговор тронул ее до глубины души. Итак, вы познакомились с Сюзеттой. В жизни вам едва ли встретится столь же яркий представитель, в кавычках, актеров. В ней воплотилось подавляющее большинство характерных для этого типа личности черт. Чаще в кавычках актеры владают по меньшей мере четырьмя из перечисленных ниже признаков. Первое. Постоянные требования или поиски утешения, одобрения или похвалы. Второе. Чрезмерные проявления сексуальности в поведении или внешнем виде. Третье. Болезненная забота о собственной физической привлекательности. И четвертое. Неадековатно бурное выражение эмоций, например, пылкие объятия с едва знакомыми людьми, неконтролируемый плач или смех в объективно не требующих проявления глубоких чувств в ситуациях, частые в кавычках приступы, перемены настроения. Пятое. Стремление находиться в центре внимания и ощущения дискомфорта, когда это не удается. Шестое. Проявление быстро меняющихся и поверхностных эмоций. Седьмое. Эгоцентричность, направленность всего поведения на немедленное получение удовольствий, неспособность мириться с отсрочкой или невозможностью получения удовольствий. Восьмое. Крайне эмоциональная манера мышления и ведения разговора, неумение концентрироваться на деталях, например, на просьбу описать отца, отвечают, открываются кавычки. Он просто классный, точно, именно классный, закрываются кавычки. И оказывается не в состоянии развить мысль. Таков психологический портрет в кавычках актера. Эти признаки являются основой его личности, его поведенческим скобках скелетом. Хотя вам не часто придется встречать людей столь эмоционально не сдержанных и интеллектуально неорганизованных, как Сюзетта. Вы, вероятно, сумеете распознать личность, обуреваемую чувствами, которые, к тому же, могут меняться с головокружительной скоростью. Такой человек, возможно, не будет обрушивать на вас всю мощь своего эмоционального потенциала, что было характерно для Сюзетты. Но вы, тем не менее, невольно спросите себя в скобках «неужели» в кавычках «неужели» это серьезно. Более ясно, представляя себе, что происходит с такими людьми, вы научитесь правильно вести себя с ними и на работе, и в магазине, и в собственной постели. Ключ к пониманию их лежит в знании того, что в кавычках актеры посвящают себя сексу, религии или делам со страстной эмоциональностью, которые сопутствуют минимум трезвым размышлений. Часто захлестываемые чувствами, накладывающими неизгладимый отпечаток на их умственную деятельность, они не в силах найти в себе прочную интеллектуальную основу, которая могла бы подавить их эмоции. В кавычках актеры подобны спортсменам, занимающимся серфингом. Они находятся в постоянном поиске новой эмоциональной волны, всегда надеясь, что следующая окажется выше предыдущей. кое-какер кое-какер Продолжение следует...